МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Герман Токарев о главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Азовчанка Алина Санько завоевала титул Мисс Россия 2019. Ежегодное тестирование на раннее употребление наркотиков среди подростков будет проходить в онлайн-режиме. В Азове прошел общегородской субботник. Начнем выпуск с радостной новости. Уроженка города Азова Алина Санько обошла в конкурсе 50 участниц и стала победительницей всероссийского конкурса Мисс Россия 2019. Все участницы представили на суд жюри свои таланты, приняли участие в конкурсе национальных костюмов, а также игре «Что, где, когда». Кроме того, красавицы продемонстрировали свои фигуры в купальниках, а также прошлись по подиуму в вечерних платьях. 13 апреля в Подмосковье в концертном зале Барвиха Лакшери Вилладж прошел финал конкурса Мисс Россия 2019, победительницей которого стала азовчанка Алина Санько. Корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями и жемчугом стоимостью в миллион долларов Алине передала Юлия Полячихина, Мисс Россия 2018. Мисс Россия 2019 становится... Алина Санько! Алина Санько! Алина Санько! Это момент передачи королевской власти из РУК ВИЗРОССИЯ-2018, РУКИ ВИЗРОССИЯ-2019, Алина Зайко, Марта Просветы. Кроме короны, Алина получила денежный приз в размере 3 миллионов рублей, грант на обучение в любом ВУЗе мира, а также возможность представлять страну на конкурсах Мисс Мира и Мисс Вселенная. Я искренне счастлива, я ждала этого момента, и я правда не думала, что это буду я, когда я услышала, я сначала не могла поверить, я это или мне послышалось, и потом я вышла, как будто бы во сне, я до сих пор не понимаю, что происходит. Напомним, Алина Санько родилась и выросла в Азове, закончила школу номер один, увлекается поэзией и живописью. Сейчас живет и учится в Москве в университете по землеустройству на архитектурном факультете. Редакция Пятого канала также поздравляет Алину с победой. Желаем нашей землячке успехов и удачи во всех ее делах. К другим новостям. 13 апреля состоялся общегородской субботник, который был совмещен с Днем Древонасаждения. Свыше 300 деревьев и более полутора тысяч кустарников появилось на улицах города. Несмотря на погодные условия, большинство организаций приняли активное участие в мероприятии. Подробности в следующем сюжете. В минувшие выходные составился общегородской субботник, в котором приняли участие предприятия различных форм собственности. Трудовые коллективы, частные организации, а также учебные заведения. По словам заместителя главы администрации Анатолия Рибакуня, данное мероприятие является завершающим этапом месячника чистоты. У нас сегодня субботник совмещен с Днем Древонасаждения. Соответственно, многие в течение этого месяца уже территории свои привели в порядок. Ну а посадка деревьев сегодня будет массовой. По тем данным, которые у нас есть, сегодня будет посажено около 300 деревьев и около полутысячи кустарников. С прошлого года все высаженные деревья наносятся на карту геолокации, что позволяет осуществлять за ними контроль. Несмотря на пасмурную погоду и моросящий дождь, более 4000 азовчан приняли участие в субботнике. В стороне не остались и сотрудники административного аппарата. В этом году администрация города решила подойти, так сказать, неформально к этому моменту, учитывая, что есть много было, так сказать, надписей о том, что у нас грязь еще до сих пор на дорогах. Администрация сегодня принимает участие в уборке улиц, не какие-то там площадей и так далее. А именно, конкретно, мы убираем улицы, две улицы мы разделились на две части. Одна часть сотрудников убирает улицу Васильеву, начиная от площади Победы, вторая улицу Чехова. По сравнению с предыдущим годом, в прошедший субботник горожане более ответственно подошли к уборке территории. Около 20 единиц техники были направлены в помощь городским учреждениям для вывоза мусора. Но, к сожалению, далеко не все приняли участие в массовом мероприятии. Месячник чистоты продлится до конца апреля, и администрация города надеется, что этого времени будет достаточно для того, чтобы управляющие компании навели порядок во дворах, ответственность за который они несут, а также частные организации привели в надлежащий вид своей территории. Итоги генеральной уборки города будут подведены на планерном совещании во вторник, 16 апреля. Людмила Улихина, Анна Маркина, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Ежегодное тестирование несовершеннолетних с целью раннего выявления употребления наркотических и психотропных веществ в этом году впервые будет проводиться в новой форме с применением современных технологий. Об этом стало известно на совещании руководителей социальных служб в городской администрации. По словам начальника городского управления образования Елены Мирошниченко, с 10 по 20 апреля традиционное социально-психологическое тестирование на выявление употребления наркотических веществ среди учащихся 7-10 классов Азовских школ будет проводиться в новой форме. Подробности сообщил ведущий специалист управления Александр Ковалев. Это онлайн-тестирование, то есть дети не заполняют бумаги, как это было ранее, они садятся за компьютер, вводят свой анонимный логин, пароль, проходят там тестирование и на этом тестирование заканчивается. Второй этап тестирования это непосредственно уже с применением препаратов по выявлению, но наши школьники как в том году, так и в этом году на второй этап не попадают, потому что у нас первый этап тестирования достаточно хороший показатель и не возникает сомнений о том, что есть употребление психотропных веществ. Другой вопрос совещания – обсуждение кадровой проблемы в медицинских учреждениях, которая, по словам главного врача ЦГБ Вадима Бритковского, со временем, возможно, будет решена. Изменился порядок набора в ординатуре, теперь ужесточается набор целевиков, то есть целевые направления по данным прошлого года в медуниверситет, если человек получает, то от 20 до 40 баллов плюсом, в зависимости от какой факультет. Поэтому данный вопрос очень выгоден абитуриенту. Теперь, если выпускник медицинского университета не идет работать в учреждение, от которого получил целевое направление для поступления в ВОЗ, ему придется полностью компенсировать затраты на обучение. Возможно, это своеобразное возвращение к действовавшей в СССР системе работы выпускников по распределению. Не за горами празднования Дня Победы. Как всегда в этот период, власти озаботились традиционной материальной поддержкой ветеранов. О выплатах, которые к 9 мая получат те, кто самоотверженно сражался на фронтах Великой Отечественной войны, ковал победу в тылу, а затем, не жалея сил, восстанавливал разрушенную страну, сообщил заместитель начальника УСЗН города Азова Дмитрий Титов. От губернатора 2800 рублей получат участники Великой Отечественной войны, принимавшие непосредственно участие в боевых действиях. Также открытки поступили от губернатора. Это у нас получается 46 человек. Потом от главы администрации у нас ожидается по 700 рублей. И опять-таки открытки от главы администрации города и председателя Азовской городской думы. Это у нас будет 530 на данный момент человек. В это число, кроме непосредственных участников Великой Отечественной войны, вошли труженики тыла, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, военнослужащие последнего военного призыва и некоторые другие, связанные с войной категорией азовчан. Уже заключен соответствующий договор с Почтой России. И в конце текущей недели, либо в начале следующей, начнется доставка праздничных выплат ветеранам. Татьяна Ивашенко, Александр Кучец, Азов.Инфо. Делегация Азовского музея-заповедника вернулась из Египта, который посетила в рамках договора о сотрудничестве. Он был заключен в 2015 году между Азовским музеем и Фаюмским университетом. О том, как прошла встреча, нам рассказал директор музея Евгений Мамичев. В ходе самой поездки произошел очень интересный и важный ряд мероприятий. Мы приняли участие в археологической конференции в Фаюмском университете, мы приняли участие в семинаре в Александрийской библиотеке, в встрече со студентами Фаюмского университета, студентами-археологами. Также посетили целый ряд археологических объектов, где обменялись опытом археологи Азовского музея-заповедника с археологами Египта. Ну и также удалось нам побывать и в экспедиции Российской академии наук. Наши российские египтологи производят раскопки недалеко от Фаюма, города, с которым мы сотрудничаем. И также мы там посмотрели, как работают наши московские коллеги. Был очень интересный обмен опытом с ними. С ответным визитом египетские археологи приедут в Азов в августе текущего года. Стоит отметить, что из 98 студентов археологического факультета Фаюмского университета, принявших участие в отборочном конкурсе, на Донскую землю приедет только 10. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. Подписывайтесь на нас в инстаграме. Пульс нижнее подчеркивание Азова. А также в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Ютуб. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»